Ну что, тогда посмотрим, что все-таки у Солидара происходит. Потому что разноречивость понятна, но мы все-таки хотим понять перспективу. Давай о ней поговорим. Лучше поговорить. По перспективе трудно сказать. Вооруженные силы Украины не собираются пока оставлять Солидар. Но они же... Вот смотрите. Что главное произошло? В русскоязычном пространстве рассуждение про Солидар пошло в российской повестке. Да и в украиноязычном тоже. Это нехороший признак, который показывает, что общество не научилось мыслить о войне должным образом. С должным храннокровием обсуждением. Раз у нас что-то берут, уже не важно, что мы отвоевали Херсон. Областной центр вообще-то на секундочку. Не важно, что там... Ах, у нас отбирают поселок городского типа с 10 тысячами населения. Представляющие собой цепочку шахт. Ай-яй-яй, наверное, что-то не так. Конечно, определенные выводы из этого нужно сделать. Но я бы поистерю себя посыпать голову пеплом. И, во-вторых, давайте послушаем анализ генерального штаба нашего села. Они сказали очень четко. Командование вооруженного села Украины Солидар удерживаем. Иду к бою в нем. Не весь, конечно, часть Солидар удерживаем. И у нас сейчас принимается решение, что дальше делать с этой ситуацией. А что это означает? Когда мы можем принять решение, что дальше делать с этой ситуацией. Например, выводить часть или нет. Это означает, что мы управляем ситуацией. Что ситуация контролируемая нами. И мы принимаем решение, как лучше, в соответствии с общим планом оборудованной операции, на этом направлении поступить в данном конкретном случае. Поэтому, если мы оставим Солидар, это не будет бегство или окружбение. Это будет плановое решение командования, которое выведет силы и средства с одного рубежа обороны на другой. Выполнив предыдущую задачу по нанесению противника максимального урона, возможного при данном соотношении сил и средств в данном конкретном месте. Мы осуществляем плановые действия. Это не потеря города, когда внезапно нанесли рассекающий удар. Мы не были готовы, мы не понимали, попали в окружение, потеряли, ах, какой кошмар, наделали ошибок и не смогли уйти. Нет, там плановые действия осуществляются. И это будет, это не ради красивых слов, не ради утешения. Это маневр будет силами и средствами, плановый. Да, под давлением противника, да, под угрозой окружения, но плановый, запланированный, отданный приказом, обеспеченный и так далее, и так далее. Это управляемая ситуация. Это не потеря города в результате блестящих ударов в шашки. А вот Харьковская операция и потеря Херсона, ну, Херсона был более плановым с российской стороны, а вот Харьковская была совсем не плановым. Как и Киевская, Черниговская и Сумская. Так что я бы, так сказать, соотечественникам любимым и другим русскоязычным источникам, которые не принадлежат кремлевской башне, сказал бы, не надо трактовать то, что происходит в российской повестке. А начинается эта трактовка со слов «взятие солидара». Не надо. Это плановая операция, она проходит, оборонная проходит на разных рубежах. Иногда на «Солидарии», иногда западнее «Солидарии». Важно, какие задачи мы решаем. А мы решаем задачи обороны. Единственной целью обороны является что? Нанесение максимальных потерь партийных. И удерживаются те районы, участки так и тогда, которые что? Позволяют решать эту основную задачу. Если не перестают ее решать, то занимаются другие районы, участки. Так, это с «Солидаром». На других участках есть что-то новое, что можно обсудить? Ну, было много обстрелов сегодня. Причем били они ракетами по тыловой зоне «Солидара» Бахмута. То есть, это Константиновка-Карматорск. Были ракетные удары сегодня. Они уже второй или третий день продолжаются. Ну, понятно, они бьют по тылам. Там, надеюсь, поразить сосредоточением наших сил, любой техники, там, да, или перебрасываемых войск, и так далее, и так далее. Сегодня, кстати, была ставка. Президент заявил сегодня вечером, что, обращение к людям, что силы и средства, в том числе западные, будут идти на Бахмутское и Солидарское направление с нашей стороны. Современная техника, которая позволит качественнее решать задачи нашей обороны на направлении главного удара сил противника. Вот. Есть движение в Запорожской области, то же самое. Ну, помню, да, что и в районе Маринки есть движение, попытки там Водного, Майорского и так далее, вокруг Авдеевки. По-прежнему пляшут товарищи в районе Полох. И грозят шведу, да, ну, даже не Полох, вернее, да, не Полох, а Токмака, я прошу прощения, чуть севернее. Посмотрим, что там будет. Думаю, что они немножко попрут, но там их не так много. Из-за этого направления я не опасаюсь. Ну, и на Херсонском направлении, как всегда, артиллерийские дуэли более результативные для нас, чем для противника. Они отмечаются в основном убийстве мирных жителей, а мы отмечаемся попаданиями, после которых следует двухчасовая детонация и, как это, оцепление района и долгого вывоза убитых ароматов. Каковых за крайние два дня, я знаю. Сейчас три, только я. А я далеко не все знаю, потому что просто не успеваю. Ну, знаю. Всего наш генштаб отчитался 15 ударов авиации было за прошедшие сутки. Интенсивность работы нашей авиации крайне велика. По скоплению живой силы, техники против. Но на Херсонское направление, кстати, частично перебрасываются их войска, и вот на Мелитопольское, Токмакское тоже. Не думайте, что это 200 тысяч, что-то сразу едет. Это отдельные батальоны, роты и так далее. Потихоньку перегруппироваются, укрепляются и так далее. Ну и на вот, не будем забывать, у нас Кременное направление. Кременное Сватово. Злые языки говорят, что что-то там южнее Кременное происходит. Негативное для российской стороны обороняющееся. И они натужно пытаются двигаться в общем направлении на Заречное от Кременной. Язык где-то торчит, по карте видно. То, что мне нравится очень формулировка наших военных, звучит он так, успеха не имели. Так, это все? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...